Приветствую вас! Скажите, пожалуйста, мне следующее. Вот, вы спрашиваете о том, стоит ли общаться с этим парнем, да? Вот, стоит ли с ним взаимодействовать? Скажите, пожалуйста, вы правда ориентируетесь, ну, будете ориентироваться на мнение, наше мнение? Вы правда будете ориентироваться на то, что мы вам скажем? Вы правда будете ориентироваться на то, что мы вам здесь и сейчас ответим? Вы правда, ну, не знаю, зависите, настолько зависите от мнения окружающих, что, ну, что готовы, условно говоря, да, сделать так, как мы вам скажем? Вы правда настолько зависите от окружающих? Если так, то мне кажется, что вам имеет смысл в первую очередь, значит, поработать над своей неуверенностью, может быть, в себе, потому что иначе объяснить, вот, то, что вы пишете достаточно сложно, вот, потому что это ваша жизнь, понимаете? Жизнь ваша, и, как бы, ваша личная жизнь, она, например, решит только вам, и решать вопрос, ее вопрос личной жизни, нужно тоже вам, на самом деле, да, только вам нужно решать этот вопрос. Вот, никто другой этого не решит за вас, понимаете? Вот, поэтому для меня, собственно говоря, и не очень понятно, вот, ваша такая позиция. Да, то есть, вы отношения с своим мужчиной, да, ну, пусть и потенциальным, но все же мужчиной, ставите в настолько серьезную зависимость, что от мнения других людей, совершенно чужих для вас. Да, это странно, вот, если же это не так, да, то есть, если, с другой стороны, если это не так, если вы спрашиваете не с этой целью, да, а, там, какой-то другой целью, то, ну, да, опять же возникает вопрос, а, для чего тогда, а, зачем тогда, понимаете, вот, и, непонятно по итогу. Дальше. А, значит, когда вы говорите, что вы познакомились с Панель через социальные сети, а, здесь нужно уточнить, почему вы познакомились с Панель через социальные сети? Почему вы выбрали такой тип знакомства через социальные сети? То есть, а, почему для вас преподавательное знакомство через социальные сети, а не, скажем, в живом, ну, в живую, ну, здесь у вас, как бы, есть опыт, есть проблемы, или, может быть, нет опыта и нет проблем, вот. Я не знаю, но, просто этот вопрос, это все очень важные моменты. Как вы пришли к тому, чтобы познакомиться через социальные сети? Как вы к этому пришли? На мой взгляд, это очень важная история, на мой взгляд, это очень важный момент, на мой взгляд, опять же, да? Вот, я хотел бы, чтобы вы для себя это, ну, как минимум, исследовали, как минимум, обратили на это свое внимание. Дальше. Вы пишете, что парень странный. Вы его, такое впечатление, да, что оцениваете. Я не думаю, что оценивание, это, условно, та позиция, которая нужна, которая необходима для того, чтобы выстроить хорошее отношение с человеком. То есть, вы уже смотрите, как бы, с точки зрения, как бы, с позиции каких-то стереотипов, что, например, странно публиковать свои детские фотографии, хотя, что в этом странного? Вот. То есть, может быть, это из стран, может быть, для него, в его случае, это значит, что это странное, но само по себе это не значит ничего, понимаете? И, на мой взгляд, это очень важная история, на мой взгляд, это прямо очень важная история. Кто определяет, да, вот, кто определяет, что странно, а что нет, кто определяет? Ну, вот, как бы, с какой вот позиции вы исходите здесь, для меня, опять же, загадка. Дальше, внешне, внешне, мне понравилось, очень красивый парень. Опять же, аноним, помимо внешней внешности, в отношениях еще что-то есть, то есть, как бы, ну, что-то общее между вами и так далее, что-то на одной внешне, как бы, далеко не уедешь. Вот. У него очень много детских фотографий, пишите вы своих, конечно. У меня вопрос, а почему взрослый парень постоянно публикует свои детские фотографии? Ему это нравится, лучше спросить его об этом. А почему у него в друзьях очень много девочек? Ну, потому что парень интересуется девочками, это нормально. Через какое-то время он добавляет их и удаляет. Ну, во-первых, не обязательно у них удаляется сам, они могут удаляться от него, удаляться сами, это первое. Так, опять же, мы зададим этот вопрос. Что, почему вы спрашиваете у нас, в Федле общаться с таким человеком, с каким человеком? Вот какой человек, с каким человеком? О каком человеке идет речь? Я не очень понимаю, серьезно, о каком человеке вы говорите. То есть, я не очень понимаю, что конкретно вы имеете в виду. То есть, вы не написали ничего, абсолютно ничего такого, что можно было бы интерпретировать, а... и как-то, значит, ну, дать характеристику Старли-Старли. Кроме того, что он вот детские фотографии опубликует. Возможно... Возможно. Мужчина, значит, увлекающийся, да, то есть, человек увлекающийся, то есть, может кто-то быстро загореться, быстро, соответственно, потерять интерес. Это первое. Второе. М-м-м... Может быть... Может быть... Мужчина немного... э... инфантилен. Немного. Вот. То есть, может быть, он инфантилен. Но это всё. Что можно нам сказать. В его эмоциональности, а также в инфантильности, в самой по себе, ну, наверное, от плохого нет ничего. По крайней мере, я не вижу плохого. Ничего. Абсолютно. Абсолютно плохого. Ничего в этом нет. Если для вас это плохо, да, то есть, если вот вы как-то, ну, считаете, что мужчина не должен быть инфантильным, если вы считаете, что, ну, как бы, ваш мужчина должен быть более серьёзным, ну, вот, то в таком случае, наверное, общаться вам с ним действительно не стоит. Он сейчас откорился, и он вас разочарует в этом смысле. Если же... Вам всё равно? На это? В таком случае... Я не вижу проблем. Но и смысл вашего вопроса в таком случае для меня вас кольцает тоже. То есть, как бы, я не понимаю смысл тогда вашего вопроса. Вот. Вот так. А в целом, у меня ощущение, что вы выбираете человека не по духовным качествам, а по каким-то другим критериям. Вот. Может быть, чисто по внешности, может быть, что-то ещё. Вот. Что, конечно же, на пользу, как бы, отношениям, ну, как таковым не идёт, не идёт никак. Вот. Как итог, как итог, отойти от ориентации на внешность, отойти от этого и перейти к духовному миру человека, к общему интеллекту, к общему величину. Вот. 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 Как можно быстрее встретиться с человеком. Вот. 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 То есть, это тоже такая вот достаточно важная особенность, да. То есть, не, не затягивать взаимодействие, да, на уровне, вот, общения, там, через интернет. Не затягивать. Потому что ничего хорошего не будет. Больше вы будете переписываться, вы будете больше накручивать себя, вы будете задумывать себе что-то. Вот. И, как итог, да, как итог хорошего ничего не будет, как итог. Вот. Мне кажется, так, мне кажется, вот такая, может быть, здесь картинка. Вот. В любом случае, ничего вы не теряете, общаясь с ним. Вот. Ориентируйтесь на себя, да. То есть, до тех пор, пока вам, к примеру, приятно с ним общаться, да, до тех пор, пока вам, ну, комфортно с ним взаимодействовать. Общайтесь, наслаждайтесь общением, и всё. Просто вот, общайтесь, и просто наслаждайтесь общением. Как только будет что-то дурное, сразу же ему об этом скажете, сразу же скажете, что вот так, так, ну, не устраивает, там, что-то, что-то такое. Вот и всё. То же я могу вам сказать-сказать. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.